Крутые финты, дриблинг и прочие трюки на камеру демонстрирует футбольный фристайлер Алексей Распопин. Несмотря на минус, декабрьским утром желающих научиться владеть мячом немало. Довелось мне поесть уже по разным городам, мастер-классы в разных городах проводить. И нижегородцы как-то более охотно идут на эти мастер-классы. У них гораздо лучше получается, чем у жителей других городов. Я не знаю, с чем это связано, но вот так вот. Впрочем, навыки футболистов, точно так же, как и знание терминологии, для будущих волонтеров – скорее произвольная программа. Из обязательных элементов – приятная внешность, знание английского, коммуникабельность и готовность помочь. Я хочу поучаствовать, стать частичкой этого масштабного металлого события. Хочу пообщаться с иностранными гостями, подкачать там свой язык. В городе есть что посмотреть. Это не только стадионы, у нас замечательные виды, у нас замечательная природа. Безусловно, город Нижний Новый – это город больших возможностей. К чемпионату мира по футболу по всей России должны подготовить более 20 тысяч волонтеров. В Нижегородском центре – около полутора тысяч. В день открытия волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России о желании участвовать в программе уже заявили десятки студентов. Будущие волонтеры к этой работе, пусть и добровольные, подходят ответственно. Перед ними стоит задача. И не только скоординировать гостей на время проведения чемпионата, они станут лицом региона. Студенты уверены, Нижегородская область – одна из красивейших в России. За последние годы здесь отреставрированы многие памятники архитектуры, открыты интересные музеи. Мне кажется, это привлечет к городу внимание, потому что у нас завод «Газ» есть. Мы огромные в промышленном масштабе. У нас очень известный город, замечательный и очень глубокая история. И мне кажется, этот чемпионат, он поможет обратить на себя внимание, чтобы и Россия вся поняла, что Нижний – это действительно очень классный город наравне с Москвой, с Питером и чуть не больше них. На это рассчитывают и в правительстве региона. По данным Росстата, с 2005 года турпоток в Нижегородской области увеличился почти вдвое – с 526 тысяч человек в 2005 году до 982 тысяч в 2014. Одним из результатов программы по развитию туристического потенциала стал рост популярности Нижегородской области среди российских туристов. Мы сейчас смотрим по динамике. Один из лучших рынков, которые растут – это рынок внутреннего туризма. И по нашим оценкам этот рынок будет еще дальше развиваться. Мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи. Хотим, чтобы миллионы людей посетили Нижний Новгород и в преддверии чемпионата мира, и во время чемпионата мира. А нагрузка пиковая будет, вплоть до 200 тысяч человек будет ежедневно приезжать, уезжать из города, разъезжаться по районам нашей области. А это данные Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» среди регионов Приволжского округа Нижегородская область по туристической привлекательности в лидерах обошла Татарстан, Башкортостан и Самарскую область. Мы здесь должны обеспечивать всю инфраструктуру внутреннего и внешнего туризма. Это и ремонт, приведение в порядок и строительство новых дорог, тем объектам, которые у нас пользуются интересом и спросом. Это создание придорожной инфраструктуры, системы питания, заправок, ночевок, автостоянок для автобусов. Центр подготовки волонтеров с апреля 2016 года будет отбирать и готовить помощников в проведении Мундиаля 2018 и Кубка конфедерации FIFA 2017. Аналогичные центры созданы на базе 15 вузов во всех 11 городах организаторов турнира. Кстати, обучение бесплатное, а вот работы будет много. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу, в том числе и одна четвертая финала.